В прошлом году в Беларуси добыли 1,877,000 тонн нефти. В 2024 страна рассчитывает на небольшое увеличение. Также синёкая может похвастаться залежами калийной и каменной соли, бурового угля, торфа, горючих сланцев. Есть золото и серебро. Всего в нашей республике выявлено более 50 видов полезных ископаемых. В Осиповичском районе на сельхозпредприятии испортили свыше 75 тонн урожая. Следователи установили, в августе директор предприятия и агроном дали указания работникам на уборку зерновых. При этом они не обратили внимания на превышающую норму показателей влажности. Затем была нарушена технология хранения семенного материала озимого хлеба – тритикалия. В итоге зерно сгнило. Ущерб – почти 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за служебную халатность. Редюит Бобруйской крепости продают за одну базовую. Капитальное строение представляет собой двухэтажное здание площадью почти 546 квадратных метров с фрагментом кирпичной подпорной стены вала. Начальная цена – 40 рублей. Обязательное условие выполнения – ремонтно-реставрационных работ в течение трёх лет с момента приобретения. По всем возникающим вопросам обращаться в отдел культуры Бобруйского горесполкома по адресу площадь Ленина 1, кабинет 401, либо по телефону 76-21-90. В Беларуси отмечается День отца. По данным Белстата, на 1 января в стране насчитывалось чуть больше трёх и трёх миллионов мужчин старше 18-ти. Почти каждый пятый из них – житель столицы. Статистический портрет папы. Женат, живёт в городе, имеет среднее специальное образование, а также работает в сферах строительства или транспорта. В Бобруйске открылась юбилейная выставка известного художника Анатолия Концуба «Дорога домой». В экспозицию вошли 80 живописных и 30 керамических произведений автора, написанных в период с 1976 по 2024. К слову, 15 картин творец написал в нынешнем году. С работами именитого мастера можно до 15 декабря в Художественном музее.